доброе утро доброе утро доброе утро просыпайся сейчас будет на кухне очень вкусно пахнуть очень вкусно всем привет дорогие мои зрители не буду показывать процесс как я разделал разделывала капусту покажу уже результат капусту листья капустные листья я чуть-чуть пропарила в этом же капустном соке ну немного добавила я пропариваю мясо фарш верней фарш ребята говяжий натуральный имеется ввиду органик что такое органик фарш мясо это те коровки которые пасутся в органических условиях которые щиплет травку которые находятся на солнышке ходят по полям луга по долям и щиплет травку свежую вместе цветочками лепсточками и тому подобное дышат воздухом и подсолнечным светом вот это называется органическое мясо потому что очень многие коровки и мясо ихние коровок даже не знают что такое луга и поля я видела такие фермы ребята я видела и это ужасно это ужасно они никогда не выходят они там ко мне в дерьме и это боль стоит не не сказано это не будет это говорится сейчас как говорится при пище да мы готовим но стоит я вам я вам скажу очень очень далеко еще не едешь и не знаю что там даже не видно но уже чувствуешь запах есть такое здесь ребята и представьте будете ли вы это мясо я извиняюсь с этой коровки это кто любителем мясоеды так морковочка чеснок морковку трем на терку далее я смешиваю морковку с фаршем опять же все протушить надо специи томат ну и опять же можно добавить чуть-чуть сок вернее водичку от капусты все выключаем все готово фарш с морковкой готов капуста готова и ингредиенты это я добавлю чеснок это уже в конце фарш такими кусочками дольками я не буду на терке чуть мне так просто захотелось вот именно так все форма как вы думаете что я собираюсь делать пока пусть и понять понятно многим что голубцы да так водичку мы сливаем или не сливаем нет все таки мы сливаем вначале я буду использовать листья более плотные потом помягче открываю вам секрет это будет ребята не голубцы это скажем так голубцы распластались ну может быть название какое-то другое давайте придумаем давайте вместе с вами придумаем я не знаю какое это будет название но здесь будет не оригинал здесь будет мой эксперимент как обычно как обычно в этом эксперименте я хочу добавить то что ну не знаю додумается ли кто-либо или не додумается но я почему-то додумалась выкладываем первый слой форму капусту по идее это будет запеканка не запеканка ну духовке будем запекать наверное так и получается запеканка далее фарш вот красиво получается пахнет как ребята пахнет пахнет как дым прямо в камеру идет слышно вам до запах чесночок капусточка пахнет наверное еще чуть-чуть а теперь рассказываю в оригинале здесь должен быть сыр второй слой ну сыр какой или такой найти тертый или если у вас нет тертого можно вот в такой в таких пакетиках уже такими кубиками разложить это в оригинале слой капусты фарш слой капусты сыр это в оригинале у меня будет второй слой капусты и у меня готовая уже здесь овсянка с творогом смешана то бишь не обязательно овсянка я так подумала что можно добавить какую-нибудь кашку какую-нибудь крупу любую наверное но я подумала что давай я добавлю овсянки верхний слой это у нас получается второй слой как раз здесь выходит овсянка с творогом и чуть-чуть сладость я добавила мед фарш солененький там понятно со специями минут я хочу попробовать посмотреть какой будет вкус сочетание кашки сладенькой с этим всем делом получается так опять же капуста и последний слой фарша и вверх естественно мы закрываем опять же капустными листьями можно сверху присыпать сыром пармезан что в общем то я сделаю капуста наверно надо было чуть побольше уже не очень сильно хватило на верхушку но в оригинале должен быть сыр но я этого не хочу потому что ну не хочу сыр получается слишком все сырное сырное я видела рецепт это рецепты из онлайн или еще есть другой рецепт заливают как бы яйцом взбалтывают яйцо желтком и заливают это это второй вариант это все я читала из онлайн но у меня будет мой рецепт который я добавила овсяную кашку ну что наши так шуточно их назовем распластавшиеся голубцы шуточно шутки шутки дорогие мои зрители шутки шутки нам помогают жить надо шутить надо шутить жалко конечно те кто не понимает шуток но я уж не знаю тогда что сказать готова давайте будем пробовать смотрите для более лучшего эффекта листьев все-таки надо больше сверху капустных выкладывать но надо чуть-чуть и наверное прорезать потому что чтобы лист не тянулся пусть остынет немного сильно сильно горячая так но почему от в оригинале делают сыром сыром потому что сыр растапливается и получается масса склеивается понимаете получается что и удобно на тарелку выкладывать и удобно ну наверное как-то она более гуще получается но я не захотела сыром потому что она чересчур это и мясо и сыр все чересчур будет такой жирная можно конечно сметанки вот получается такая капустная запеканка но мне интересно все таки как это получилось с овсянкой ой хорошо получилось совершенно не лишняя не мешает абсолютно нет вот овсянка абсолютно можно даже не обязательно с творогом можно ну конечно надо было бы все таки сыр добавить но надо было так и зайти просится просится вот действительно очень много рецептов и именно с сыром просится сыр да согласна согласна но овсянка совершенно не мешает абсолютно очень полу творог практически не чувствуется не чувствуется очень получилось вкусно хорошая запеканка так что с кашкой делайте экспериментируйте любая крупа можно добавлять смело но конечно же мое такое мнение что это на любителя лучше конечно сыром но это тоже неплохо принципе не просто неплохо это хорошо это очень хорошо это очень вкусно все в меру не соленая не сладкая специи чувствуется капусточка что ну мясо понятное дело морковочка как принципе голубцы как оригинальные голубцы только здесь по-другому сделали мы голубцы с рисом а у нас с овсянкой вот принципе разница только в этом вкусно